Сегодняшний семинар будет посвящен некоторым попыткам вывода некоторых следствий из модели сознания, которую мы выработали в данном лаборатории. Я буду просто пояснять, как можно из этой модели какие-то делать выводы. В частности, можно будет понять, что такое свобода, почему она мыслится так, как она мыслится. Ну и проще, какие-то болезни можно будет понять. Но это все будет в рамках некоторых гипотез. Естественно, для того, чтобы эта модель была хотя бы даже теорией, требуется еще много что исследовать и много что еще подтвердить. Вот у нас есть такая простая модель рака, в которой мы работаем. Сознание представляет собой некое поле сознания. и сферу сознания. Да, и вот мы говорили, что эта сфера делится на две части. Ну и естественным образом, как бы это вообще феноменологический опыт, вот есть некий фокус, а есть периферия. С фокусом мы связывали понятие активности, активность, активность, внимание. Вот я с ним связываю также волю, ну и субъект. Ну суть вопроса в чем состоит. Вот как может быть сознание вот разбито на фокус и периферию. Здесь же вроде какой-то противоречий вроде. Мы из опыта знаем, что вроде нас, например, как психологи об этом пишут, что сознание возникает, когда есть сопротивление реального мира, что мол, когда сопротивления нет, у нас сознания нет, мы действуем как автомат. И вот как бы если задуматься над тем, что такое автоматизм, то как раз вот в автоматизмах как работает сознание. Вот есть тезис классической философии, что все, что есть, дано некоторому сознанию, что без сознания ничего нет. Ну и на самом деле, когда сознание выключено, вообще нет ничего для нас. И поэтому вот как раз с автоматизмами можно связать вот периферическое понимание сознания. Что такое вообще автоматизм? Автоматизм это некая привычка, да? Это некоторый способ действования, который характерен для какого-то человека, который уже не задумывается и не контролирует этот способ фокусом своим вниманием, да? А который просто действует исходя из того, что у него выработался некий навык, и он этот просто навык осуществляет. А вопрос можно по предыдущему? Семь народ. Ты говорил? Я просто пропустил, наверное, по поводу того, чем отличается живой субъект от живого сознания. А вы что? Чем отличается? Ну вот, если бы не ходил, не вродил. Субъект это только фокусное сознание. Вот просто два термина я ввожу. Вот это фокус, это фокусное сознание. Субъект это, если я смотрю вам там на цветок, то это как бы у меня субъект. А вот то, что там камера сбоку стоит, это там уже субъекта моего нет. Да, там просто есть периферическое сознание. То есть фокусное сознание это и есть субъект. Вот тут как бы сознание делится... А перевел на аквариум зрение, там немного субъекта. Нет, не так. Суть вопроса в чем состоит. На самом деле проблема состояла изначально в том, что разницу между сознанием и субъектом привести к границу невозможно. Невозможно отдельно выделить субъекты, невозможно отдельно выделить сознание. Субъекты сознания очень тесно связаны. И поэтому на самом деле... Может это не надо различать? Да, либо надо было бы их вообще не различать, это первый момент, да. Как бы не различать вообще. Либо надо было бы их различать, то они должны были тем иным способом быть какими-то формами самого сознания. Формами не в смысле Гекеля, как форма образования, а в смысле есть единое пространство сознания. Субъект меняется? Субъект это и есть фокусное сознание. Если ты переводишь фокус с одного на другой, то субъект остается, и есть фокус. То есть он и есть, да? Да, фокус и есть субъект. То есть субъект все время остается? С чего я такое не перевожу? А сознание, которое отличается от субъекта, только тогда, когда я... Примеешь, это разговор бульварный, что значит субъект остается? Что это за разговор? Субъект остается как? Во времени остается, в опыте остается. Разные и разные не смотрятся. Но это не важно. Во внешнем geçе это все просто болтовня. Ну что значит субъект остается? Надо понимать, что субъект остается только благодаря тому, что есть некая деятельность, которая постоянно субъект отождествляет, и во всех этих взглядах, костях, уже изначально субъект остается. Я пытаюсь субъект отличить от сознания. Субъект отличается от сознания, я же объясню чем-то. Субъект – это субъект восприятие, это субъект внимания, субъект воли. Мы же как субъекты. Ну понятно. То есть, если я смотрю на цветок, аквариум у меня на периферии, то там в аквариуме сознание, а в цветке субъект. Я не очень понимаю, что ты такое говоришь. Субъект проявляется не тем способом, что сознание смотрит, и на периферии субъекта нет, а в центре субъект есть. Ты говоришь, что у тебя фокус, а там субъект. В фокусе субъекта, а есть сфера сознания. Просто вопрос связанный, это же не физика тебе, правильно? Мы связываем самого себя с этим периферией, с этим фокусным сознанием. Понимаешь? Ну, так фокусное сознание – это и есть субъект. Это то, что мы рассматриваем, то, что мы привыкли внутри себя считать субъектом. То, с чем мы себя ассоциируем. Проблема состоит не в том, что уже субъект есть и как его найти. А проблема состоит в том, что есть ли вообще субъект. Если он есть, с чем его связать? Понимаешь? Есть два варианта. Либо вообще субъекта нет, это просто слово. Понимаешь? И которое мы психологически привыкли как бы ассоциировать с чем-то. Не так, что и заранее субъект есть. Субъекта надо еще найти, понимаешь? Я предлагаю ассоциировать этого субъекта с тем, что для нас привычит, с таким фокусом внимания. Это просто способ ассоциации. Но это не значит, что надо представлять себе так, что ты когда смотришь, в одном фокусе субъект есть, а там субъект нет. Ну что это такое? Что это такое вообще? Ну а чего? Я не знаю даже. Я просто об этом не думал, как это так одновременно. Но ты же различаешь сознание субъекта? Я же говорю, субъекта... Я насколько помню, у тебя были разные субъекты. Когда ты слышал, у тебя был один субъект, когда видел другого. Это вообще другой разговор. Вопрос разговора о сознании. Тот субъект, как субъект, так, это у нас здесь вообще ничего. Ну хорошо. Сейчас говорим о субъекте сознания. О субъекте сознания речь идет. Речь идет о субъекте сознания, но феноменологически на самом деле субъекты есть некий способ учредить человек. Вот есть человек, да, он должен... Причем этот способ, он скорее всего является не каким-то там физиологическим способом, да, это способ социальный. Человек должен отвечать за свои поступки, человек должен отвечать за свое тело, понимаешь? И он учреждается, субъект этот. Субъект вообще юридическое слово. Понимаешь, сначала появился юридический субъект, понимаешь, только община, государство, народ и прочее. И только потом внутри этого юридического субъекта выделился отдельный человеческий субъект. Как бы каждый отдельный человек стал субъектом. Никакого такого субъекта не было у этого человека. Тот же субъект, который мы воспринимаем как я и который учреждаем, это на самом деле некий... Мы привыкли просто ассоциировать нечто, привыклись, некий способ нашего деятельности, ассоциироваться с понятием субъекта. Это что? Ведь это сложная составляющая, это не какая-то изначальная единица, которая понятна. Она на самом деле и дается нам в актах как-то отождествления самого себя во времени, в актах сохранения себя в различных опытех. Опыт может меняться, на самом деле, если внимательно к опыту обратиться, меняется опыт, и человек тоже меняется. Субъект не остается себе равным от зависимости от опыта. В зависимости от того, как опыт меняется, и субъект меняется. Но только мы это воспринимаем как некого рода погрешность, как какую-то ошибку, потому что мы заранее уже нацелены на то, что субъект должен оставаться. А на самом деле субъект не остается. И человек, когда растет, допустим, мы... Опять же, вот человек растет во времени, как он себя сшивает? Кто когда-то был ребенком, потом стал юношей, взрослым? Что это один и тот же субъект, что ли? Нет, конечно. Это один и тот же человек. Один и тот же человек, да, но вся его история, это есть некое сшивание. Мы себя сами сшиваем, сохраняем во времени. Это, опять же, некий процесс. То есть ты хочешь сказать, что все-таки субъект, который имеет цветок, который имеет аквариум, это искусственно сшитый субъект. То есть так же, как пятилетний ребенок. У пятилетнего ребенка другой субъект, чем у 80-летнего станции. Я вообще хочу сказать, что никакого субъекта нет. Понимаешь? И ты, как говоришь, ты просто правильно. Ты говоришь, потому что неправильно. Разговор идет не о том, что есть заранее субъект, и он, как бы, какой-то вот странный. А заранее стоит в том, что субъекта нет. Но поскольку нам это нужно, социально нам нужно за себя отвечать, а что это говорить, как я. Мы, как бы, находим способы, как о себе говорить. Мы связываем себя с одним опытом, с другим опытом. Кроме фокусного опыта, еще есть так называемые переживания. Вот еще переживания есть, и мы с переживаниями себя связываем. Еще с переживаниями. Потому что много из некоторых аспектов, куда-то, и помните, я в прошлый раз говорил, что объект А, Я. Мы, на самом деле, себя связываем с многими вещами. С болью мы связываем себя, с какими-то опытами нашими, с памятью себя связываем, какими-то там, астрологический опыт у нас был там, со многими чем. То есть это целый объект, который создается в течение жизни. Это целый объект, зачем он нужен? Он нужен не отдельному человеку, отдельному человеку он не нужен. Он нужен социальному человеку. Человек живет в обществе. Он должен себя отождествлять. Ему вот недаром паспорт делают и проще всякие вещи. Нету никакого единства субъекта. Но есть, конечно, желание, чтобы это единство было. Это желание навязано. Это желание связано с этикой, с ответственностью. А никак не связано с физикой. На физическом уровне субъекта нет, но есть субъект на социальном уровне. И вообще субъекты, вообще все это социальные вещи. Все это в языке расположено. Язык нам диктует, что мы представляем собой некое единство во времени и единство в опыте. И на самом деле вот эти вот болезни, о которых я хотел бы говорить, это на самом деле не есть болезни в точке зрения того, что физика их расположилась. Это болезни социальные. Они связаны с тем, что эти люди, на самом деле, они просто вот как-то пределы социальности покидают и они нам показывают, какие мы на самом деле. И они просто не удерживают себя в силу каких-то причин. Понимаешь, в силу каких-то причин они внушению этой социальности не поддаются. Какие болезни они же не имеют материальный субстрат? Естественно, у всего есть и материальные причины. Такого же быть не можешь. Понятное дело, что некоторые болезни, они имеют и боли еще усугубляются. Эти болезни на физическом. Все понятно. Есть же предпосылки даже у животных такого субъекта. Правильно? У них есть же... Такой предпосылки является единство тела. Правильно? Оно же есть. Даже в инстинкте как бы животное действует как единое целое. Я не говорю о том, что таких предпосылок нет. Я просто имею в виду тот субъект, к которому мы привыкли подсовывать и метафизику спускать. Такого субъекта нет. Этот субъект, он учреждается. И поэтому надо говорить о сознании. Просто есть сознание некое. Что это такое сознание? Это некий способ различения, реальности, констатирования сущего происходящего. Нам важнее, на самом деле, констатировать, что происходит, чтобы ориентироваться на людей. А не констатирование того, что есть я. В конце концов, если вдумался, на самом деле, я вообще, например, постоянно поражаюсь, каким образом отдельные люди в древности могли руководить целыми группами людей, допустим, воевать, идти и как бы... Как это вообще возможно? Если бы каждый отдельный отдельный субъект... Как вообще возможно людей нас посылали? Всяк городу воин. В древности. В древности. В древности. Это и сейчас, и в наши, и в недалекие времена, так сказать. Это я понимаю, что и в недалекие времена. И тем не менее, в недалекие времена люди умирать не хотели. Но в древности, как вроде, получается, что, на самом деле, возможно, просто у людей субъекта не было. Их субъект – это был некое общество. Как израильский народ. Но почему, на самом деле, Библия в 8 месяцев выступает обществе израильский народ? Они отдельные израильтяне. А какой интересный рассказать об истории отдельного человека? Ну, нет. Это потому что субъект был. А недавно еще было новое культурно-социальное общество, называлось советским народом. Еще раз говорю, конечно же, во-первых, после того, как мы пережили христианство и после того, как… И книги писали «Советский народ в годы Великодечной войны». Я понимаю. После того, как мы пережили историю древнюю, когда, собственно, с христианства уже начинается выступание на поверху как бы отдельного человека. Мы уже об этом много же говорили, о том, что раньше народы как бы перед Богом выступали, и как бы Израиль был сыном Бога, да, как бы. А потом, по счету, сыном Бога стали отдельные люди. Переход от народу в отдельные люди, на самом деле, это некое движение как бы субъекта общественного, субъекта… Да не к болезням. Да не к болезням. Зачем так так говорить? Каким болезням? Просто, на самом деле, болезнь – это есть способ, каким образом поясняется эта картинка. Сначала надо просто прояснить, что такое автоматизм. Как я уже сказал, что автоматизм автоматизмы нарабатываются, как бы, в течение всей жизни. Возникают некие привычные способы поведения повседневности. Мы уже как бы не контролируем, как мы машину ведем, там, мы не контролируем, как, условно говоря, там, некоторые пищу готовят, а там, как ложиться спать и прочее, да. Некий есть уже заведенный порядок, там, можно о своем superficiy'е думать и, само по себе всё работает. Ну, если исходить из стезисов, что без сознания ничего не бывает, как это вообще возможно? Как возможно автоматизм? Как происходит? На самом деле, я предлагаю следующую интеропретацию, что на самом деле автоматизм руководствуется периферическим сознанием. Что такое автоматизм? Периферическое сознание как бы, оно, оно отличается от фокусного. Фокусное сознание – процентрированное сознание, периферическое оно такое рассеянное сознание. Так, вот, это рассеянное сознание достаточно, для того, чтобы автоматизм двигался, да, в некоторых последовательно Could you drive? То есть уже вырыгнулась последовательно, а в периферическом сознании следит за тем, чтобы не возникало никаких аномалий. То есть, допустим, если ты ведешь машину, все происходит так, как обычно заведено, когда ты из дома возвращаешься на работу, то как бы фокусное сознание может вообще не включиться, да? Как бы приезжаешь, потом домой приходишь и вдруг соображаешь, а как ты по дороге ехал? Ты не помнишь, как ты ехал? На самом деле, ехало по дороге периферическое сознание, оно за всем следило, если аномалий не возникало, фокусное сознание не срабатывало. фокус жеOS на основании срабатывает когда возникает аномалий когда возникает проблема какая-то или неудачу сопротивление как я сказал говорю психология что якобы сознание работает только тогда когда возникает сопротивление то есть тогда возникает коняте и реальности еще сообществаERT fails sanfona возникает когда запекали когда нужно сконцентрироваться знали на каком-то участке чтобы понять что происходит раз и ты понимаешь что что происходит не так и тут вдруг сражаться в focused на сознание когда концентрация сконцентрированное внимание для того, чтобы выяснить вопрос и решить, что надо изменить в поведении, как надо исправить автоматизм или вообще выйти из-под автоматизма, потому что ситуация же может кардинально меняться, то есть человек живет в повседневности, они выполняют какие-то уже понакатанные привычные действия, и вдруг раз что-то случается, я уж не знаю, допустим, там ну там примеров, наверное, много там каких-нибудь, не знаю, готовит, готовит, раз, палец порезал, да, там, или что-то там еще там случилось, там, читает, читает друг раз, там, допустим, стекло разбили там в помещении, в котором он находится, ну и разного рода какие-то случаются, постоянно же у нас мир, на самом деле, изменяется, что-то случается паста там в ручке закончилась и прочее, это вот тогда включается фокусное сознание, если оно как бы видит, что ничего такого особо не происходит, оно там как бы быстро ситуацию как бы корректирует, и опять возвращается это периферическое сознание, и вот это на самом деле обычная наша жизнь, то есть фокусное сознание включается в автоматизм когда это нужно, но на самом деле есть процессы, когда фокусное сознание обязательно нужно, да, это процессы какой-нибудь умственной, это умственной деятельности, либо каком-нибудь сложной деятельности, да, допустим, там, если вы первый раз за руль садитесь, нам все важно, да, кажется, светофор как-то там, как непонятно как зажигать, кажется, что каждая машина сейчас норазит тебе обрезаться, и прочее, и прочее, надо за всем следить, следить за ручкой переключения передача, сцеплением, то есть оно хочет везде побывать, да, вот когда ситуация для нас неизвестная, когда ситуация для нас, можно записать, когда получается фокусная сознание, когда новая ситуация, новая ситуация. Дальше, ситуация проблематичная, как я говорю. Причем проблематичные ситуации, если автоматизм работает в нормальном режиме, возникает проблематичная ситуация, то переключается, возвращается фокусное сознание. Так, еще ситуация важная. Вот, допустим, нам предстоит какое-то важное совещание или какая-то важная деятельность, встреча с начальником или еще что-то, и тогда включается фокусное сознание. Но самое главное теперь просто пояснить, на самом деле, в чем состоит болезнь, в чем состоит на самом деле недостаток. Это фокусное сознание. Почему вообще организм работает, старается работать с периферическим сознанием, с рассеянным, а не с фокусом? Дело в том, что наша свобода, как вот сейчас я ее понимаю, она состоит в том, что этот фокус может перемещаться в рамках этого сферы сознания. То есть мы субъективно воспринимаем свободу тем способом, что мы можем перемещать фокус. Мы как бы фокус можем перемещать. Я уже говорил о том, как работает воля, да, она связана с собой в этой воле. Вот есть воля, да, а воля что такое? Это когда, допустим, фокус сознания вот передвинут вот сюда, да? Да, вообще такой вопрос. Тут как бы неявно возникает, опять-таки, некий, как бы, теневой субъект, который, как бы, перемещает этот фокус. Как он, конечно, возникает? Он и фокус, это и вверх, и есть субъект. Какой же? Сам себя перемещает. Он и есть субъект, он и есть то, что мы, он и есть субъект, как мы его себя чувствуем. Вот, например, можно такой перевести, пример. Вот, есть такая интересная вещь, наблюдение, да, что если слепой человек с палочкой идет, да, как бы, что он чувствует? Палочку он чувствует или на конце, или у него чувство расположено на конце палочки. То есть он как бы ощупывает, как зонда, реальность с помощью вот конца палочки. Понятное дело, что он, на самом деле, палочку саму-то не ощущает. Он ощущает, что он с этой палочки, он так, в конце концов, приноравливает свою чувствительность, что он чувствует, что конец палочки чувствует. То есть он, когда конец палочки, является продолжение его чувства. На самом деле, точно так же и с фокусом этим. Кажется смешно, на самом деле, фокус внимания это представляет собой субъект. На самом деле, мы привыкли ассоциировать себя именно с фокусом, Потому что фокус является концентрированным сознанием, он позволяет нам в принципе сосредоточить свое внимание на чем-то важном, выделить важное и второстепенно. То есть вообще увидеть какую-нибудь опасность и быстро среагировать, только благодаря фокусу это возможно. Почему? Потому что фокус он концентрированный, он позволяет сразу всю ситуацию увидеть. То есть в чем разница, что такое концентрация? Что одна и то же способ реагирования на периферии, но это как плотность. Тут плотность как бы вот такая, а здесь плотность очень плотная. И как вот в датчике, когда чем более плотная решетка, тем больше он может реальности сразу увидеть. Когда фокусное сразу видит много. А периферическое этому не надо, он какие-то главные сущности какую-то видит примерно. Что примерно ситуация сохраняется, она никак не изменяется. Какие-то глобальные, то есть это периферическое сознание видит только ситуацию глобально. Вот как бы глобально ничего не меняется. Как только что-то изменилось, и как только что-то ситуация начала, в очень динамической ситуации, да, допустим, то требуется, чтобы не главное видеть, а видеть в смещающей детали, нужно получить фокусное сознание, но оно может в принципе в какие-то доли секунды что-то увидеть моментально, сразу сообразить. Да, вот оно, оно на то, вот для этого и предназначено. Так вот, я говорю, что такое воля? Вот фокусное сознание перемещается в поле сферы сознания. Ну, надо понимать, что сфера сознания, это все-таки некая метафора, да, как бы просто так мы рисуем сферу, потому что, вообще говоря, даже в психологии есть такое понятие концентрическое сознание, да, что сознание там сужается концентрически. То есть, ну, как бы вот некая метафора, сфера, она везде присутствует. Наше сознание может понимать как некую сферу. Вот в этой сфере, как бы, внимание переходит сюда, и благодаря этому, то, что оно, в чему оно внимает, допустим, какие-то желания, какие-то там мысли, какие-то там образы, да, они усиливаются. Усиливаются. Да, и тем самым мы, на самом деле, управляем тем, что мы воспринимаем, и то, что до нас доходит. И наоборот, то, что не попадает в фокус, вот то, что здесь, оно на периферии, оно, благодаря тому, что оно на периферии, оно, как бы, становится, оно, как бы, ослабляется. То тут усиливается, то тут ослабляется. То есть, с фокусом мы, на самом деле, регулируем то, что, как бы, требует, то, что требуется для действия, как бы, вот, регулируем собственное действие и подавляем то, что не хотим, чтобы действовало. Поэтому она связана с волей. То есть, воля состоит в том, что вот в генерации происходит постоянно, по всему полю сознания постоянно происходит генерация в различных местах. Но мы из этой генерации, вся наша воля состоит в том, что мы выбираем вот то, что считаем, что должно генерироваться, а все остальное просто подавляем тем способом, что просто на них внимания не прощают. Держим его в поле, как бы, в поле периферического сознания. То есть, вытеснение состоит, а есть еще процесс вытеснения. Какой-то процесс вытеснения, когда есть периферия вытесняется тоже. Но это еще более сложный процесс. А есть как бы некие на периферии постоянно, независимо от того на садик, куда направлен наш фокус, пациент какие-то смысли всплывают, какие-то желания там всплывают, и мы как бы на них внимания не обращаем. Если наше внимание захвачена черта одни, то все остальное подавляется самим фактом захваченности. Вот так вот работает воля. Вот поэтому я говорю, что такое свобода? Свобода это переместить поле вот этой захваченности то, куда мы хотим. Вот так вот мы воспринимаем свободу. Почему мы чувствуем свободу? Что бы нам с нами не было, каких боковых там не было, мы постоянно можем переместить внимание туда, куда хотим. В этом состоит наша свобода. Так вот это самое иногда, так сказать, нечто внешнее заставляет нас перевести внимание. И более того, на самом деле, нечто внешнее, если, допустим, вдруг идете по улице, и вдруг это, вдруг слышите, и как бы чувствуете, что бежит какой-нибудь пес огромный сбоку, да, там, хочешь, не хочешь, туда повернешься. Потому что, на самом деле, как бы есть некоторые, еще и работают некоторые к механизмам, да, уже чисто интенсивные, которые уже не зависят от нас. Это вот мы контролируем себя, свою волю до определенной степени. Есть некий рубеж, после которого мы уже контролировать не можем. Если здесь вдруг есть какая-то зашкаливающая генерация, уже ничего сделать нельзя. Ну, как, ее подавить уже никак нельзя. То есть, на самом деле, вот это один из примеров больного сознания. Есть некая генерация, она просто гипертрофирована сильно, и ничего сделать нельзя. Никаким вниманием ты ее подавить не можешь, она просто работает, и все. Это один из примеров, как бы, как раз от того, что я хотел сказать, больным сознанием назвать. Есть генерация, перемещаешь фокус, не перемещаешь, уже ничего не сделать. Вот она, огромная генерация. Это вот можно назвать, например, навязчивостью, да, там, комплексом навязчивости. У нормального человека всегда есть фокус, он перемещает, фокус может удалить, как бы, и навязчивость, это как бы. То есть, например, желание что-нибудь такое сделать, оно исчезает. Оно исчезает не в том числе, что оно уникуда, оно никуда не гибается, поле сознания, оно присутствует просто для человека, да, ее нет. Она как бы в периферии где-то болтается, там, на периферическом, периферической области, и как бы она подавляется. А потом она, может быть, вообще сливается. Потому что, на самом деле, желание же на как возникает желание. У нас вдруг всплывает какое-то желание, связанное с каким-то раздражителем, внешним объектом. А потом мы, допустим, умудрились переместить в другое место фокус. Через какое-то время раздражитель исчез и само это желание тоже исчезло. То есть, вот так работает фокус. Ну, тут, на самом деле, что я хотел бы сказать еще. Вот это один из примеров я болезненное сознание привел. А вот сейчас приведу как бы другой пример болезненное сознание. А который связан с тем, на самом деле, с тревогой. Что такое тревога? Дело в том, что мы, на самом деле, как работает наше... Я уже говорил о том, как работает наше фокусное сознание. Мы работаем тем, в смысле, что в проблемных точках мы живем автоматизмом. В повседневной жизни у нас состоит захвативание. Ну и в чем-то каких-то, например, важных событиях. Ну, как я описал, какие-то... Извините, а ты прервалась не может, а не в течение времени? Так. Насчет, как бы, этих тревогий. Что такое тревога? Вот, на самом деле, как мы действуем. Я говорил о том, что фокус возникает в автоматизмах, да, то есть периферическое сознание сменяется в фокусное сознание, когда возникает проблематичность. На самом деле, вот, мне кажется, что есть такая странная болезнь, когда фокусная терапия физическая, когда автоматизм нарушается тем, что постоянно работает фокусное сознание. Он не может его выключить. И тут возникает обратная логика. Постоянно включено фокусное сознание, да. А фокусное сознание включаться должно только тогда в автоматизм, когда возникает проблема. То есть, постоянно чувство тревоги? Постоянно чувство тревоги связано с тем, что фокусное сознание имеет такую поисковую функцию. Она ищет проблему. Если включено фокусное сознание, значит, должна быть проблема. Тогда это что-то должно лечиться? Нет, нет, послушай, подожди, подожди. Я не знаю, как элементарно... Снимаешь чувство тревоги, все? Да, фокусное сознание. Это валишь, и все. Нет, чувство тревоги. Да, что такое чувство тревоги? Чем... Я дальше просто объясню, что такое... Что такое сон? Просто объясню, да? Подальше чуть-чуть. Тогда будет понятно, почему валишь в фокусное сознание, что это такое, на самом деле? Оно связано просто со сном. Смотрите. Получается так, что человек находится в постоянном фокусном сознании, и фокусное сознание имеет поисковый эффект. То есть, фокусное сознание в принципе предназначено, оно концентрировано на сознании, предназначено для того, чтобы искать проблему. И что такое тревога? Это постоянный поиск какой-то заложенной какой-то проблемы. Он постоянно везде ищет какую-нибудь, что-нибудь, за что надо зацепиться, чтобы как бы фокус удалить как бы так устроен у нас как бы находим проблему адекватно оцениваем ее и фокус как бы удаляется когда проблема решена и мы опять живем с уме автоматизма то есть почему это так потому что фокусное сознание концентрировано оно очень энергоемко недаром на самом деле сосредоточить внимание на чем-нибудь а вот в детстве нам очень сложно потому что мы не можем как бы научиться реально вот в энергию всю в этот фокус вкладывать что такое например что нибудь текст какой-нибудь длинный прочитать усидеть на уроке это все для нам потом со временем мы научаемся все это делать автоматически даже не тем способом что смотри даже сейчас для того чтобы сосредоточиться на какой-то мысли все равно тебе надо какой-то сделать усилий усилия состоит в том на самом деле что фокус надо перевести на том что ты о чем ты мыслишь это фокус туда перевести иначе говоря фокусное сознание то есть некий энергетические затратные функции именно поэтому мне кажется нужно человеку что так о сын цены так как фокусное сознание становится периферически она полностью растворяется как он будет объеден и наканет наits и поэтому на самом деле осознание есть мы как то действие но действия как вот в периферии автоматизм срабатывает они как но вначале мать свою волю полностью отдаем чему-то во сне не возможно чувство тревоги во сне есть такое понятие еще можно проснуться во сне можно проснуться, это включилось фокусное сознание. Тогда чувство тревоги точно так же появится. Чувство тревоги может быть, человек не просыпается во сне, темнее чувство тревоги испытывает. Ну я этого не знаю, но я могу рассказать про то, как мой брат на самом деле во сне просыпается. Он говорит, что когда сознание во сне держит, то на самом деле, прежде всего возникают какие-то образы с ужасной чертью, пугают, переживаешь какой-то страх, ужас какой-то переживаешь. Ну и уходит он из тела. Да, потом из тела уходит и ужас вместе с этим уходит. Но тем не менее, к этому надо как-то привыкнуть. Тут есть фокусное сознание, вообще связан наш способ, каким мы, люди, приспособились к реальности. Потому что мы нашли такую энергетическую инстанцию, которая позволяет нам, как датчики, фокусировать на чем-то. Мы можем концентрироваться и сфокусироваться на любой частности реальности. Можем уцепить ее, рассматривать ее. Кстати, у меня вопрос просто есть даже комментарий. Ну то есть, понятно. То есть, таким образом смена фокусного периферия не описывает спецификус нам? Ну я считаю это, я же говорю, это все гипотетические рассуждения. Но это не описывает, если у тебя во сне тоже бывает фокус? А, с ней бывает фокус, когда мы просыпаемся. И периферия, значит там спецификация. Не-не, ну это же, например, в моем сне никогда не бывает фокуса. Моя сне, я просто... Но чувства тревоги бывают? Нет. Ну некоторые бывают. А просто ты, допустим, спишь, ты не понимаешь, что ты спишь. Но ты, допустим, чувствуешь страх перед какой-то, видишь какую-то опасность во сне. Чувствуешь страх. Да, и весь фокусирован на ней. Но ты не понимаешь, что это сон. Ну ладно, это понятно. То есть негни свой, значит. Не, ну я же говорю, что фокус иногда включается во сне. Я не знаю просто. Ну то есть, специфика сна это не выключение фокуса. Я сказал, я говорю, я же вам еще раз говорю, я не экспериментатор. Наверное, надо это улыбляться, изучать. Я еще хочу сказать, на мой взгляд, чувство тревоги, оно как-то не связано с тем, что человек не может выключить, не может расслабить свое фокусное сознание. Почему расслабить? Ну он просто не может выключить фокус. Выключить фокус. Нормальный человек выключает его и периферически живет, а ты не можешь. Причем здесь я? Ну я говорю, причем не ты? Да, я неправильно сказал. Вообще говоря, нормальный человек, на самом деле, он живет в основном автоматизмом. Вы просто, у него затвержденный автоматизм, он не думает о том, как он... Я, например, пытался... Некоторых людей, да, у которых... Я общался с людьми, которые говорят, что я чувствую там постоянную тревогу. Я пытался выяснить, собственно говоря, тревога. Ведь тревога, это вроде бы всегда тревога за что-то. Нет, они просто тревога. Да, они говорят, что да, просто тревога. И поэтому тут, если бы это связано было как бы с постоянной работой фокусного сознания, мне кажется, это всегда была именно тревога за что-то. То есть фокус был постоянно концентрировался на какой-то... А как-то есть тревога за что-то, если нет никакой проблемы? Ну вот, я говорю, автоматизму нет уже никакой тревоги, автоматизму... Проблему можно создать как-то. В том, состоит вопрос, и обратная логика здесь работает. Фокус есть, а проблемы нет. Понимаешь, в этом и состоит проблема. Я хочу сказать, что у нас фокус включается, когда есть тревога. Прямая причинность. Включается фокус, возникла какая-то проблема, включился фокус. Прямая причинность. Обратная причинность. Фокус есть, поисковый эффект работает, а тревога нет. Вот это вот и описываешь ситуацию, что человек переживает тревогу, но объект найти не может, на что ее направить. Почему? Ее и нет. Потому что фокус включается, когда проблемные ситуации. У него все ситуации. У него нет автоматизма. Все это автоматизм начинает нарушаться. У человека автоматизм это же простые вещи. Как ходить, как говорить, как пить, как ложку держать. Все. У него на все направлен фокус. У него вообще все сбивается. Просто я хотел как бы дальше описать, чем плохо как бы фокус. Кстати, кстати, вот люди, которые испытывают такую хроническую тревогу. Ничего подобного у них нету, что постоянно думают о том, как держать ложку. Ничего не думают. Сознание не думает. Сознание просто включено и все. Оно не думает ни о чем. Но они о ложке не беспокоятся. Да, ложка, так сказать, не беспокоит их. То как воду налить, то как шагнуть и так далее. Ну это просто дайте только повод, что называется. Просто автоматизм и разлаживается что-то. Нет, так автоматизм не разлаживается. Ну это конечно. Как раз болезнь состоит в том, что в чем тогда больной человек отличается от не больного. Болезнь разного первого бывает. Вот я говорю, больной человек отличается от не больного тем, что... В нем страдает именно автоматически. А различие это люди, которые постоянно испытывают чувство тревоги. Да, в данном случае. Вот о таких людей. Ты же о таких людей говоришь. Вот у таких людей автоматизм не разлаживается. Правда? Ну, во всяком случае, о каких-то яндексах. Еще раз говорю. Нет, 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 нет. Хорошо, я это еще раз говорю. Я описываю в некой гипотетической схеме, пытаясь описать реальность. Но! Просто вы пытаетесь описывать это, опять же, как было с субъектом. У вас заранее существует какая-то тревога, у вас заранее все существует. У вас вся реальность какой-то обратной логики, все перевернуто. Я пытаюсь описывать реальность из того, как, можно сказать, при чем причина состоит разлада. Понимаешь? Условно говоря, наше мышление так устроено, на самом деле. Если о чем-то, условно говоря, сначала возникает чувство какое-то, а потом возникает обед. Ты тогда подумал мне, расскажи о свойствах автоматизма. О симптоматике, обо всех, как эти болезни протекают. Ну расскажи. Ну что, я вам экспериментатор, что ли? Я вас просто не знаю. Ну а зачем мне это? Я даже и не интересовался этим. Ты рекомендуешь, что у тебя есть какая-то штука, когда расстраивается автоматизм. Сначала мы теорию придумали. Я вам сейчас придумаю теорию, а потом буду изучать все подробности. Вот я тебе придумал. Просто мне интересный человек. Он научился водить машину, научился водить ее неплохо. А потом у него начинает... Ну как ты игрешь вообще, семинары ты рассматриваешь? Что бы это сделать, люди пишут огромные тома, многотонные. Это психология, это там только заявление. У них там сотнями томов написано, отдельный случай, все изучено. Сначала надо придумать, наверное, концепцию. Попытаться как бы эту концепцию как-то применить к реальности, а потом уже смотреть. Соответствует ли это концепция самой реальности или нет? Это быть может, потому что... И я на семинарии, на самом деле, не собираюсь докладывать в сети счастья. Традиции? Нравится вам это, не нравится? Вот как вот... Просто имеющаяся традиция, она говорит несколько... Да мало ли, что имеющаяся традиция. Но имеющаяся традиция, вообще говорит, что субъект сверху-то низу находится. Понимаешь? Это имеющаяся традиция. Хотя, на самом деле, скорее всего, это не так. Но никакой субъектности и нету реально. Метафизического субъекта нет. Есть только психологические переживания, которые мы ассоциируем с понятием субъекта. И это навязано социальности. Социальность нас вынуждает как бы учредить нечто такое, что мы называем собственным субъектом. Ну вот и все. Так что, что тут говорить о том, что и какая традиция есть? Вообще, человек устроен очень... Так устроен, на самом деле, что все, что в нем есть, на самом деле, все это извне навязано. У него внутреннего ничего нет. Он полностью пуст. Все, что у него есть, это все проекции внешнего. Вот если где-то некая социальная жизнь, да и вот это язык и прочие функции социальности. И эти все вот социальные жизни, язык и прочие функции социальности, они навязывают, какие человек должен быть. И человек, на самом деле, так уж он устроен, он это воспринимает как будто бы это его внутреннее. Все его внутреннее состоит из внешнего. Все оно навязано. А он считает, что это его личное внутреннее. И есть же генотип как бы не есть. Ну конечно, это генотип есть. Давайте сейчас еще говорить, что болезни это все на самом деле генетические болезни. Ну что касается болезней, то что предрасположенность к многим болезням передается по наследству, это факт? Ну ладно, ладно, я, ребята, просто как бы еще раз говорю, но давайте все-таки в философских оставаться рамках. Я понимаю, на самом деле, что можно тут обсуждать какие угодно, там, сейчас зарыться в учебниках, листать генотип, генотип. Все это неинтересно. Интересно просто, вот есть какая-то концепция сознания, на самом деле. Соответствует она реальность, не соответствует, это уже другой разговор. Он вообще какой-то, я говорю, есть некие примерные, феноменологические зарисовки, какие-то, ну как то, что называется, интуиции. Вот можно интуиции эти применять. Чем вот, например, плохо фокусное сознание, если я вот просто продолжу. Оно плохо тем, что оно постоянно колеблится, оно неустойчиво, знаете, вот как, есть неустойчиво равновесие. Потому что фокусное, оно энергозатратное, мы постоянно как бы скатываемся, вот как бы, как ты говоришь, сказал, ослабляемся. Постоянно скатываемся в некой периференности, да? Как бы вот, почему? Потому что, как бы, фокусное сознание, более того, оно еще мешает, оно разлаживает автоматизм. Если, допустим, вот это простой пример, например, если, например, я постоянно наблюдаю. Если я буду задумываться о том, как я говорю, да, каким способом я произносу слова, следить буду, следить за правильностью своей речью, у меня начинаются какие-то проблемы с речью просто, да? Вот мое внимание, как бы сосредоточенное на речи, оно начинает речь ковекать, ломать, буквально в смысле. И это не только с этой встречей связано, если, допустим, я нахожу где-то, ну, какой-то, допустим, церемониальная какая-нибудь встреча, или там где-то надо выходить куда-нибудь, там, допустим, награды там, или там какие-то там дипломы там, ну, всякая такая ерунда какая-то, где надо соблюсти какую-то церемониальность, да? Это тоже, как бы, если ты начинаешь задумываться о том, как ты должен это делать, начинаешь как-то вот дергаться туда-сюда, как бы это сделать. Поэтому, на самом деле, фокусное сознание, оно как и плохо, так и хорошо. И поэтому здоровое сознание растеребегает фокусом сознания только в моменты проблемности, либо каких-то вот важных вещей, например, надо сосредоточиться на чем-то, и оно, как бы, на это сосредоточивается. Есть вот такие вот, я с детства помню такой интересный пример, один человек, там, ловил рукой стрелу, у него стреляли звуком, и он умудрался стрелу ловить. И он это делает следующим образом, он смотрел периферическим зрением на стрелу, и так его ловил. В чем тут вопрос состоит? Дело в том, что фокусное сознание, на самом деле, оно работает непонятно как, оно мешает, на самом деле, выполнить какие-то автоматизм какой-то выполнить. Допустим, человек научился ловить стрелу, если он будет на стрелу фокусно смотреть, да, на самом деле, то фокус ему помешает это сделать. То есть там фокус, на самом деле, он еще находится, поскольку он мельчайшие детали воспроизводит, да, он дает слишком много информации, нужно грубо оценить реальность, да, допустим, чтобы поймать стрелу, а он как бы слишком много деталей дает, не нужно. Поэтому можно сбиться и не поймать ее. Другой пример, как бы, вот такой фокусное сознание, у любых единоборств никогда нельзя работать фокусом сознания. Всегда работают это рассеянным сознанием или периферическим сознанием. Человек, который дерется, если вы фильмы когда-то смотрели, как сел сосредоточиться, он смотрит в бок, в стороны, и не смотрит на своих противников. Он внимание рассеивает. Почему? Потому что, на самом деле, фокусное сознание мешает правильно выполнять автоматизм, который он уже заучил, обретая навык. У него есть некий навык автоматизма. Афганизм сам знает, как надо действовать. То есть периферия позволяет автоматизму работать в нормальном режиме. Как отбивает удары. Потому что нужен какой-то прямой контакт от мускульной реакции к этому стимулу. А вот эта вот посреди... На самом деле, задерживает все этот процесс. И поэтому, как бы в любом единоборстве, правильно говорят, никогда нельзя встречать врага именно фокусом сознанием, при полном сознании. Надо как-то, говорит, работать как-то периферично. То есть, на самом деле, есть много очень таких вот вещей, о которых можно говорить. Где периферии выступают очень важные компоненты. Она не просто как бы... Вот тут всегда мы как говорим, получается, что всякая классическая философия служит. Она всегда говорит о том, что фокусное сознание – это и есть сознание, а периферия – это вообще ничто. На самом деле, надо было бы наоборот говорить, что фокусное сознание – это только сознание некий, как лупа. Вот представим себе, что вот сфера сознания – это как бы такой датчик огромный, а в центре стоит такой еще более концентрированный датчик, как лупа. Вот что такое фокусное сознание. Оно иногда нужно, когда мы решаем проблему, а чаще всего оно не нужно. И проблема состоит не как некачественные болезни, когда разложилась эта работа. Но это не все проблемы. На самом деле, тут надо обсуждать еще и другие проблемы, которые связаны с переживанием. Вот то, что, кстати, говоришь про переживание тревоги, да? Дело в том, что... Я говорил о деперсонализации, я просто додумываю эту вещь, связанную с деперсонализацией. Дело в том, что мы оцениваем вообще наши действия, исходя из того, что есть некий опыт «я». Что такое опыт «я»? Если рассмотреть его с позиции того, как вот я рисую сознание. Вот когда сознание, когда сознание свидетельствует некий объект. Вот свидетельствует, я теперь вот описываю, некий объект «я». У этого объекта очень много есть уровней. Есть уровни там, начиная от ощущения «я» и кончая там мысльное «я». Вот когда нас свидетельствует... Есть такой опыт этого внутреннего проживания времени, или как внутреннее проживание самого себя, внутреннее проживание бытия. Вот это такой опыт, как раз, в котором оно свидетельствует внутреннее чувство себя. То есть сознание свидетельствует некое внутреннее проживание. Как это происходит? Это происходит тем способом, что сознание во времени стоит, как это стоит во времени, да, я пересовывал обычно. А поскольку что-то стоит, да, то с него все остальное двигается. Вот это вот все, что остальное двигается, это называется переживание. То есть и я как бы расположена, вот как я так рисую несколько метапонично, да, с одной стороны как бы держится за сознание, да, с другой стороны находятся переживания. И благодаря этому вот этот опыт описывает, что есть внутреннее проживание времени. То есть у нас время есть не только... Мы отличаем внутреннее проживание времени и время астрономическое. Есть внешнее время, время движения, да, астрономическое время. Ну как бы, если можно сказать, во время вселенной, да, такое какое-то общее для всех. А есть время, которое у нас внутри, у каждого разное, там, вот если это... Для каких-то моментов у нас время быстро пролетает, какие-то моменты, когда, допустим, что-то ждем, оно тянется, да? Вот что такое проживание. И вопрос здесь возникает, вот тоже здесь возникает еще одна причина разлада того, что представляет собой как бы человек. Вот, например, дело в том, что сознание на самом деле, оно не может в себе проживать, и поэтому все переживания связаны только с ядом. И вот один из факторов состоит в том, что такое доперсонализация. Когда разлаживается вот этот вот, когда объект я распадается, но прежде всего он распадается благодаря тому, что вот это переживание, я, ну что-то с ним случается, оно затормаживается. Затормаживается. Почему я говорю затормаживается? Потому что есть опыты, связанные с наркотиками, всякого рода там асинственными средствами, да? Потому что называется, как там, сознание-то расширенное, как это называется? Расширенное, наверное. Ну, в общем, когда есть опыты, когда мы принимаем какие-то средства, да, когда вот это вот переживание, оно затормаживается, и тогда получается так, что время растягивается. Вот это вот растяжение времени, да, оно воспринимается, воспринимается нами как доперсонализация. То есть депрессионализация может быть вызвана не только способом больным, да? У больного человека, естественно, ну какие-то вот, по какой-то аномалии разлаживаются вот это вот проживание. Он куда-то исчезает. А можно это у нормального человека вызвать, если он будет принимать наркотики. Но депрессионализация возникает потому, что все как бы встает во времени. Времени как бы нет. И тогда опыт чувства «я» как бы перестает. Ты как бы чувствуешь, что тебя как бы нет, а есть только сознание. Как бы сознание, оно остается, оно никуда не девается. И оно констатирует, что тебя как бы нет. Или что ты как бы, ну какой-то особый опыт констатируешь. Потому что переживание затормаживается. И вот это переживание затормаживается, это один момент. А второй момент может случиться так, что этот объект «я» может распадаться. Или, например, неправильно концентрироваться. Это ведь когда есть свое такое объект «я», это вот в поле сознания есть некий такой объект «я». Так вот, объект «я» может неправильно принять неправильную ассоциацию. То есть он в норме такой, допустим, а он, допустим, стал какой-то другой, какие-то другие области задействовал. То есть, допустим, человек может ассоциировать себя, допустим, какими-то вещами, которые мы не считаем свои. А когда у него нарушается то, что называется реальность. То есть он может часть реальности считать своей, понимаешь, или наоборот, часть себя перестать считать своей. То есть вот это вот, когда граница между самим собой и внешним, она становится такой подвижной. И в какую-то в одну, то может двигаться в одну, то в другую сторону. Вот это вот связано с распадом такого объекта, как «я». Этот объект «я» мы тоже научаемся в течение жизни просто с собой связывать, ассоциировать. И тоже, если это некая привычка на самом деле есть, у некоторых людей, может быть, это вот ассоциация, то, что является для него и его, а то, что является внешним, она может быть разной. Но это самое главное, чтобы она не нарушала какое-то социальное спокойствие. Если человек ведет себя адекватно, то мы считаем, что такой человек не больной. Хотя у каждого с объектом «я» может быть связано разное содержание. А, ну и про мойность я хотел сказать. Мойность как раз воспринимается тогда, что в нормальной ситуации всегда есть некое проживание и переживание. И поэтому всякий наш опыт, всякое сознание сопровождается переживанием, поэтому всякий наш опыт, он всегда является нашим опытом. Вот это вот с этим и связано как раз мойность, то, что мы называем мойностью. И вот если эта функция разлаживается, если как бы переживание перестает правильно работать, ну, как я говорю, затормаживается, да, то мы перестаем воспринимать мойность наш опыт. И депрессионализация состоит в том, что сознание человека свидетельствует процессы, да, ну, говорит, что, например, меня нет, говорит, да, что тело не мое, там, типа, там. У него, допустим, возникает дереализация, то есть это когда мир воспринимается каким-то плоским, как бы неживым, каким-то там, как на картинке и прочее. То есть это связано с тем, что расстраивается такая функция, как мойность, да, как бы вот, это нам очень существенно, мы потому и считаем себя, и под самим собой, что у нас вот эта функция постоянно работает, функция мойности. Иначе говоря, чувство в объекте я, вот такая характеристика, как чувство я, придает этому объекту я мойность. То есть мы, поэтому и называем его нашим. Вот у Хадиггера, бытие времени, да, как бы, присутствие, оно, как бы, всегда характеризуется тем, что это мое присутствие, да. То есть вот мойность, она, как бы, существенная характеристика. Но мойность, на самом деле, она связана как раз с переживанием. И она расстраивается, когда расстраивается переживанием. Иначе говоря, как бы, я к чему подвожу? Есть два способа, как вот я теперь вижу, когда расстройство человеческой психики. И все они связаны с сознанием, потому что вот расстройство психики связано с восприятием, с мышлением. Это все, мне кажется, это все неадекватный подход. Потому что все, на самом деле, расстройства, вот я считаю, можно всю стеклую. Это вот нарушение вот переживания, да, нарушение мойности. А второе, ну, это связано с распадом, или можно это назвать, распадом объекта яда. А второе переживание, это вот неправильная работа в фокусном сознании. И все, как бы, вот расстройства, которые вот я курс лекции прослушал в YouTube, можно к этому редуцировать. Но пока я не готов, на самом деле, выступить в защиту этого. Да, это требует какого-то усилия, еще надо, может, почитать, может быть, я и не прав. Но, тем не менее, вот такая вот есть концепция. И вы правы, конечно, что критикуете ее с позиции того, а докажите нам, например, да. На примерах пока доказывают ничего. Пока есть просто общие интуиции. Интересно, если вы, главное, мне больше всего поразили, что вы не заметили, что свобода, на самом деле, наша, это и есть фикции. Да? Ну, свобода невозможна, с татками лекции свечи. Да, потому что свобода, это, фактически, на самом деле, это возможность руководить фокусом. Не знаю, как бы, вообще-то, ты правильно сказал, что руководить фокусом, это тоже, на самом деле, какая-то активность. Да, фокус перевел, как бы, и другая генерация нашего работы. Вот даже такой, как бы, вопрос, условно говоря, ты лежишь, условно, я расслабился там, ну, и, как бы, у тебя, можно сказать, фокуса нет, сплошная периферия там. А я же говорю, сон. Нет, подожди, да, ну, и вдруг, вдруг проявлякнул он мысль, ты захотел на чем-то сосредоточить. То есть, не внешний объект, допустим, тебя заставил, не внешний сигнал ты заставил, сосредоточился, а ты вдруг вспомнил, а, что-то я там не додумал вчера, допустим, да, и, как бы, включил. Да, а что такое вспомнил? Вот она, генерация возникла. Друг, блин. Ну, вот, представь себе, есть фон какой-то, такой жидкий фон какой-то, да, ничего не происходит. Вдруг раз, какая-то более-менее сильная генерация возникла. Ты, и ты их вспомнил. Чего ты вспомнил? Что-то просто всплыло. В общем, как у сознания всплыла какая-то существенность, она просто стала сильной. И ты на нее непроизвольно перевел фокус. Тут можно сказать, что генерация не обязательно приходит в внешний мир, она может быть на дальнем. Нет, 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 генерация правильно. Правильно ты говоришь? Просто, когда вот Игорь начал это капеллировать многим субъектам, вот это все. Все генерации, которые здесь, это связано с субъектами. Восприятие, желание, мысли, внутренние какие-то там неудобства, допустим, криво сидишь, там какие-то там во внутренней боли, там, или какие-то там хочется пошевелиться. Вся многообразие нашей жизни, и внутренней, и внешней, все, что связано с это, все это присутствует, все здесь генерируется. То есть оно как-то работает самостоятельно, а на самом деле, ну мы либо в фокусе оно находится, либо в периферии. Нечто на самом деле минует сознание. И у нас есть процессы, сердце стучит, там что-то кровь переливается, оно сознание минует. Ну и зачем это нужно? И эти, говорят, умеют туда сознание направить. Ну нам это надо, нам это не надо. Пусть работает. Зачем нам автоматизм, сердце как-то контролирует? Нам это не надо. И в этом в каком-то смысле, в общем, часть функций винует сознание. Но нечто, нечто в сознании, вот как бы вот это тоже вопрос у вас любопытный. Почему вообще возникло сознание, да, если ввести разговор о том, что как, к чему я вообще клоню? На самом деле, это все, это как приведет к определенному роду этики. Почему нам вообще такое сознание нужно, для людей? Откуда оно взялось? Я уже говорил о том, что человек есть, точнее субъект человеческий, это есть нечто, что учреждено. Для того, чтобы люди могли совместно жить, нужно было принять какие-то условия общежития. Друг друга не убивать, не воровать, жить в каком-то согласии нужно. Какие должны быть общие законы общежития. Собственно, как бы все законы нравственности, стандартные, да, если их просмотреть, они все сводятся к тому, чтобы некоторые законы общежития регламентировали. Что, так нужно жить? Так вот, суть вопроса, для чего вообще сознание нужно? Сознание как раз это точка сосредоточения, куда поступают все наши желания. Вот те, на которые мы хотим контролировать, да, вот, желания сексуальные, там, желания пищевые, там, разные, там, мысли, там, об имуществе и прочее, там, связанные с обидами и прочее, все поступает в сознание. Есть какие-то функции, которые в сознание не поступают, они физиологического характера на низком уровне находятся, они просто не требуют нашего контроля. А все остальное поступает в сознание, и сознание позволяет, на самом деле, эти мысли контролировать. То есть, оно позволяет одно вытеснять, а другое усиливать. Вот зачем оно нужно. Оно нужно именно для того, чтобы в обществе люди могли, на самом деле, каждый сам себя контролировать. Ведь лучший способ общежития, это никогда будет внешней силой. Может быть, как делать? Вот есть, вот, как бы, отдельные индивиды, да, вот, а над ними есть какая-то грозная сила, которая заставляет их, как бы, вот, вести себя правильно, да. В принципе, в каком-то смысле, когда, если посмотреть, как ведут себя животные, например, любые какие-то, цирки, да, вот, как есть, да. Львые же не сами себя контролируют, а есть некий, да, и сиропщик, который, если левый ходит из себя, начинает, как-то, его, там, хлистать, там, заставлять вести себя правильно. А человек, человечество, общество может так жить, но у нас, вот, это, во-первых, где, где такого насмотрщика взять, да, неинтересно, где. Это, во-первых. А во-вторых, как бы, такое общество быстро распадется, потому что, как бы, разбежатся, развалятся, и друг друга перебьют. Поэтому для того, чтобы, возможно, было общежитие, нужно, чтобы каждый сам себя контролировал. Каждый. И вот этот, возможно, каждый сам себя контролирует, оно и связано с сознанием. Сознание появляется, когда возникает вот эта вот необходимая совместная жизнь. То есть, ну, вот контроля, в общем, контроля каждый сам себя контролирует для того, чтобы жить в неком единстве. Вот этот вот контроль, он и связан с сознанием. Поэтому сознание связано тесным образом с этикой. И вообще, оно связано с социальностью. Сознание исключительно социальный механизм. Он и вызван социальностью. Допустим, какие-то, я не знаю, есть же социальные животные, допустим, волки, какие-то муравьи. Мне интересно, у них сознание есть, но это же не выяснилось. Тоже любопытно было бы. Они же, наверное, должны друг друга ограничивать, специализироваться. То есть, у некоторых животных, которые живут в большей степени в одиночке, у них могут быть сознание, во всяком случае, по внешним проявлениям, более развиты, чем у стадных каких-то животных. Ну, я могу всегда сказать, что я затрудняюсь. Ты видишь, ты не затрудняешься. А я затрудняюсь сказать. В каком-то смысле, мне кажется, что группа животных... Вот у животных непонятно. Понимаете, почему люди должны друг другу... Каждый должен себя контролировать. Потому что каждый ведь в некоторых смысле произвольный человек. Он может делать, что хочет. И вот так можно напугать какими-то карами. А общество ведь требует некого свободного изъявления, если так можно говорить, чтобы каждый себя контролировал без относительно внешней какой-то боязни, без относительно наказания. Исходя из внутреннего понимания, что так делать надо. Что такое сознание? Ведь мы осознаем, что я не убиваю человека, не потому что я боюсь убить, потому что есть закон, а потому что я внутренне понимаю, что это неправильно. Понимаешь, это сознание так устроено. То есть сознание есть всегда сознание социальности. То есть это сознание того, как надо жить в обществе. А уже потом этот выработавшийся механизм стал использоваться и во всем другом. И в науке стал использоваться. Как всегда бывает. Сначала возникает механизм некий, а потом он уже используется во всю шип и глубь. Ну и еще раз говорю, что с поводу болезни, просто этим надо заняться. Это достаточно нудные вещи. Ну можно заняться на самом деле. Я не знаю, что там находится. Я беру правую переводную муку. Я не могу, не знаю, что sleepy. Интересный текст курицы,